Всем привет! С вами Алис с канала BabyLab. Сегодня я на экранах из землетрясениях. Начинаем взор солнца. Как обычно, включаем наш кинотеатр и смотрим, что происходило за последние часы на нашем солнце. Мы видим засветочку и после этого... Давайте заценим засветочку. Здесь вот произошла... Вот она. Ну, там на самом деле вспышечка вот здесь происходила. Да, вот четко видно. Не знаю, как связана с этим засветка. И второе событие вот здесь вот между четырьмя и шестью часами. Здесь, судя по всему, похожа вспышечка, да. И после нее вот произошел отрыв протуберанцев здесь на шести часах. Но вроде бы это как-то не направлено в сторону нашей планеты. Посмотрим, что будет дальше, как будут дела обстоять. Но в целом ничего такого экстремального нет. Никаких золотых дождей мы не видим. Давайте последний кадр посмотрим. Да, вот здесь вот видно такое четко плазма в виде такого пузыря. Направлено не в сторону нашей планеты. И здесь еще с какими-то вот закручками такими произошло. Так, ну что, давайте посмотрим. А, этот у нас Меркурий, да. Давайте теперь посмотрим, что происходит по приборам. По приборам у нас M1.3 была вспышка. И еще вспышка уровня C6.5. Состоял здесь C4.5. И вот сейчас, в настоящий момент, что-то где-то еще происходит какой-то рост. Но пока непонятно, на какой уровень выйдет. Вероятности пока что низкие. Но мне кажется, надо их поднимать. Потому что вчера я разместил в Телеграме. Как раз посмотреть, насколько красива эта зона. Новая 36. Вот она как раз M1.3 вспышечку выдала вчера. Ну и смотрим вероятности C-класса 99%. M40%. AX-класс 10%. Давайте посмотрим. Здесь еще 25-я, 28-я зона. Но нас прежде всего 36-я интересует. Потому что 25-я уже практически отворачивается. Но 28-я тоже уже пошла в том же самом направлении. А нас интересует вот этот конгломерат. 34-я, 35-я, 36-я зона. Все они в Южном полушарии. И больше всего интересует, конечно, 36-я зона. Вы знаете, я никогда за свою деятельность не видел, чтобы в одной активной зоне было 100 пятен. Вот я не помню этого. Может быть, я просто забыл. Но как-то вот не могу припомнить. И вот здесь вот именно такой случай. Не знаю, может, они описались, конечно. Может, они хотели 10 написать, но написали 100. Такое тоже бывает. Но всего у нас сейчас получается 140 пятен. И 8 активных зон. Из них 2 у нас оранжевого уровня. Это бета-гамма, 36-я. Ну, то есть 33-я и 36-я зона у нас сейчас наиболее активная. Давайте в другом диапазоне глянем сейчас. Вот так что-то с большим опозданием происходит. Да, вы только посмотрите на эту зону. Это, конечно, какой-то шедевр. И смотрите, там нет таких арок, как мы привыкли. Тут просто идут какие-то потоки, просто поднимаются вверх. Ну, тарочное образование здесь больше в горизонтальном положении. Да, очень сложные структуры. И вот в этом центральном регионе сейчас, да и здесь тоже мы видим непростая. Давайте посмотрим, что у нас там по дырам в настоящий момент, какие явления. Ну, дыр нет. Вот здесь на севере пытаются что-то образоваться. И вот здесь вот южном полушарии. Но очень много протуберанцев. Они нестабильны. Вот вчера отмечался. Вот здесь вот видно, да, кусочек оторвался. Прямо видно, вот оно было здесь, да. И куска нет в северном полушарии. Действительно, он уехал. И вот эти вот структуры тоже вызывают различные впечатления. И здесь тоже, смотрите, такие тонкие, изящные протуберанцы. Здесь торнадообразный протуберанец. То есть, очень много каких-то структур таких особенных на солнце сейчас по этой неделе будет интересное. Грункана Зимбаева дарит 4 сердечка. Спасибо вам большое. Оксана Шевченко передблагодарю, Алекс. Тоже вам большое спасибо. Павло Саббат пишет. Алекс, благодарю за информацию. Так, держать. Ждем новостей от новой структуры на солнце. Потому что, видимо, пришло время брать во внимание те действия, которые приходят. Да, вот эта вот зона, конечно, она удивительная. Во-первых, если реально там количество 100. То, кстати, вот мы еще здесь пропустили. Здесь, получается, между 9 и 10 часами тоже какая-то зона, судя по всему, подворачивается. Пока что там не видно ничего. Но мне кажется, там тоже будут пятна. Так. Ольга пишет. Спасибо за интересное видео. Но я не могу понять, когда предохраняться. Ведь мне 76 и куча болячек. Извините. А вы знаете, здесь возраст, либо количество заболеваний здесь не играет большую роль. И что вы можете сделать? Это просто планировать свой график активности в соответствии с этим. Да, вот. Ну вот Егор советует вам, где проводите основное дневное время. Из чего сделано помещение. Если это оно. Вот такие вот мысли. Так. Егор восхищен. Вон какой смайл с наклоном на солнце. Посмотрим на последствия. Так. Зинаида Кучерова пишет. Здравия вам всем, Алекс. Что-то активизировали страшильщики и пугальщики на предмет какой-то камеры, которая будет вращаться вокруг Земли. Вы у нас человек объективный. Хотелось, чтобы вы понаблюдали в кинотеатре и ожидают это пришествие с 29 по сентября, по 25 октября и дарите 7 сердечек. Спасибо большое. А, комета. Комета. А, понятно. То есть, теперь ясно, потому что я немножко забыл. Да. Будем смотреть обязательно и заценим. Ну, комета, она сейчас находится в южном полушарии. Видна, да? А потом в октябре она потихонечку перейдет в северное полушарие. Будет видна ночами. Вроде бы как без каких-то оптических приборов даже можно увидеть будет. Но она будет недалеко от Солнца. Может быть, кинотеатры мы ее и заценим. Так, Владимир Савин пишет, так это образование закручено, напоминает зародыш. Может, оно и является зародышем каких-то событий. Тогда это в ближайшие дни увидим. И дарите 3 сердечка. Но надеюсь, что это не какая-нибудь планета там зарождается. Да, потому что, в общем-то, судя по всему, планеты могут образовываться как раз за счет выбросов из звезд такой организованной материи. Аскад Кокпаев пишет, Алекс, что творится? Ну, всегда что-то происходит. Главное не волноваться. Оксана Потоцкая пишет следующее, что она часть слов не слышит. Ну, бывает. Так, Ольга Шаламова пишет. Ой, про Везубий и Неаполь. Мне понравился ответ Сергея Минаева. Он же дает на YouTube уроки истории. Его спросили, чему учит история. Он ответил, ничему. Потому что испокон веков люди делают одни и те же ошибки, повторяя и повторяя предыдущую историю. Да, именно так. Но Неаполь вообще очень особенный город. И он очень необычный город. Я не знаю, там... Это город, где реальная демократия. Вот так можно сказать. Где какой-то... Ну, довольно-таки живой город. Я не знаю, конечно, его дальнейшую историю. Но находится он в очень опасном месте. И посмотрим, чем это все закончится. Так... Эльза Стах пишет. Здравствуйте. Слуп, скорее всего, холмистая местность. Если можно так выразиться, во всяком случае, с Устки. Мы едем 17 километров от моря вверх. Правда, меня тут просветили, что во вторую и первую войну немцы что-то в Устке затопили. Какие-то бочки с химией здесь раньше были их земли. Да, действительно, это же прусские земли. До этого были. И там до сих пор туда ездят граждане Германии. Там смотреть, где жили их предки. Вот это все еще осталось. Так, ну ладно. Мы давайте пойдем дальше. Теперь посмотрим, что у нас с планетами. Ну, Меркурия пытается зайти за Солнце. Венера к нам приближается потихонечку. Ну, а мы догоняем Марс, Юпитер и Уран. Вот эту вот группировку планет. У нас небольшие возмущения были до уровня 4+. Да, и вот этот выброс, который состоялся, который мы вчера обсуждали на Солнце. Я что-то видел в новостных каких-то каналах о том, что ожидают бурю четвертого уровня. КП-8. Меня что-то это реально удивляет. Неужели при таком выбросе на 8 часах, практически на лимбе, под 90 градусов к нашей планете, возможно, КП-8. Да нет, да там вообще даже близко не было такой интенсивности выброса плазмы. Но вот ставят 5 с минусом. То есть вот такой вот уровень, что... Ну вот, да, первого уровня вполне вероятно дойдет и будет недолго, судя по всему. Переходим к вулканам. У нас так и остается неизменно 67 вулканов в повышенной активности. Что интересно у сегодня? Ибека в Парамушире, остров, здесь извержение сегодня происходит. Но не указали, какую высоту пепла. Я думаю, километра 3 там высота. В Суванозе Джима острова Рикю тоже извергается. Ибу в Холмахере. Здесь 2400 метров над уровнем моря. Там же находится Дукона, вулкан, который извергается на 2400 метров над уровнем моря. Так, пишут по извержению Сангая в Эквадоре на 5800 метров над уровнем моря. И вулкан Ревентадор 4600 метров над уровнем моря. А за Банкае ничего не известно. Поэтому сегодня у нас Эквадор на первом месте получается по выбросу. Ну что, бывает и такое. Так, давайте теперь к сейсмичности перейдем. И давайте посмотрим, сколько у нас общего количества землетрясений. 48 крупных землетрясений за последние 7 дней при норме 50. То есть практически на уровне нормы. Но за последние сутки довольно-таки хорошая высокая активность была. Вот пятерочка произошла на глубине 145 километров в Аргентине. Ну это в Андах, наконец, из Чили. 4,8 в центре Атлантики, южной части, да, здесь на глубине 10 километров. У Новой Зеландии 5,1, у Кермандек на глубине 186 километров. Затем шестерочка вот произошла на глубине 149 километров. Это Сулавеси, остров под ним, шестерка произошла. Также это в районе между Суматрой и Явой 4,8 на глубине 63 километра в Индонезии произошло. И юг Японии 4,8-10 километров. Здесь острова Айзуи 5,6 на глубине 11,7 километров. То есть самая большая шестерка, но реально по эффектам самый мощный вот здесь на островах Айзу в Японии. Давайте посмотрим статистику. Одна шестерка, три пятерки, 32 четверки, 88 троек, 248 двоечек. Общая активность признана как высокий. Если перевести в атомную бомбу, то энергия выделила соответственно 2,4 атомных бомб. Такая статистика на сегодня. Давайте теперь смотреть региональные данные, что у нас где происходит. Ну, видим на лютах, довольно-таки такая интенсивная активность. Здесь 3,7 на глубине 16 километров. Двойки идут по полуострову Аляскинскому. И затем доходит до фьорда. Здесь у Анкориджа прям такие арочки здесь рисует. Но все это из двоек. Все это не крупные землетрясения. Восточные здесь тоже двойки. Вот так вот здесь небольшой залив. Немножко в сторону Канады. И вот здесь вот у Диналии мы видим тоже двойки. Ну, выше северной центральной части Аляски не поднимается. В принципе, это такая типичная ситуация. А вот на Гавайях не совсем типичная. Смотрите, заполнен весь остров землетрясений. Турки в проекции Килауи. Но это на запад. И причем, смотрите, здесь интересная глубина. Троечка на глубине 117 километров. То есть, это глубинная поддержка, получается, идет с запада вулканической деятельности, которая сейчас происходит на востоке острова. Так, ну вот в понедельник Монтана решила что-то повзрывать. Здесь на высоте 2 километра. А так в прямую линию практически выстроились у штата Вашингтона Айдаха. Это Юта. Здесь на юге Юта еще. Тоже есть парочка землетрясений в Неваде, в Калифорнии, довольно-таки плотно, как обычно, запад Техаса, в центре Оклахоми. Но тут в Оклахоме тоже что-то взорвали на поверхности. И Южный Техас. Здесь 3,4 на глубине 2,8 километров. Тоже такая уже серьезная сейсмичность. Так, смотрим. У нас в Годелупе 4,4 на глубине 148 километров. Тоже глубокая. Обратите внимание, довольно-таки много. Количество глубоких землетрясений за последние сутки произошло. 3,0 на глубине 25 километров. Восточный Пуэрто-Рико на самом острове. Здесь в основном дождь. Хотя вот 3,2 на глубине 14 километров. Есть 2,9, тоже неглубокая. Ну и в сторону Доминканской республики здесь 2,9 на глубине 24 километра. Так, идем дальше. Давайте заценим, что у нас в Европе происходит посреди земноморской базе данных. Какие процессы мы видим. Что у нас есть на Азорских островах активность 3,1 на глубине 1 километр. У Канара смотрите 3,2 на глубине 30 километров. Север Алжира 3,9 на глубине 38 километров. 7 километров у Гибралтара, по востоку Испании. Типичный, смотрите, в центре Франции у нас 3,4 на глубине 7 километров. Ну и вот здесь вулканический массив 2,2 на глубине 10 километров. На границе с Италией, со Швейцарией. А вот здесь граница Италии с Австрией. Здесь 3,3 на глубине 9 километров. Вот как раз Голинкан Азимбаева, мне кажется, сейчас находится. А в Северной Италии, примерно в этом районе, Южный Тироль. Так что сообщите, есть ли там какие-то обсуждения этого события. Двоечки в Южной Италии, на востоке Италии, здесь двоечки. На севере Адриатики тоже двоечки. В Сербии 2,5 на глубине 5 километров. Ну давайте немножко углубимся здесь. Посмотрим Грецию, что у нас. Ну Болгария есть, Албания, Македония двоечки. Ну Греция на севере 3,6-14 километров. Затем у Крита 3,7-11 километров. И запад Турции 3,9 на глубине 18 километров. Да, это вот у Бурсы здесь южнее. Как какие-то прям рой мелких землетрясений. Но все в пределах М2. На Кипре тоже мы видим. Да, тут средней глубины 2,5-15 километров. Так, это в районе Семерки тоже двоечки присутствуют. Ну давайте теперь переходим к основному событию. На мой взгляд, сегодня это как раз регион Пятигорска. Здесь уже не первый раз в этом году. Мы видим довольно чувствительное землетрясение. 3,4 на глубине 5 километров. Это в очередной раз произошло. И мы здесь видим регион минеральных вод. Как раз есть Интукия. Вот здесь Кисловодск. Вот эти населенные пункты. И все это связано с горой Эльбрус. Вот отлично видно. То есть минеральные воды, горячие источники, как правило, на некотором удалении от вулканов. То есть они не бьют из самого вулкана. А они где-то вот в низинках там находятся. Обычно там в районе 50 плюс-минус километров. Там от 50 до 100. Вот в этом диапазоне. Ну вот видно, да. Хорошо вполне землетрясение, которое сегодня. Плюс еще сказать, что сегодня Медикан будет здесь выходить в районе Большого Сочи. И куда он пойдет, может быть, даже сюда, в эту сторону. Но это мы посмотрим в другом выпуске погодным. Так. Около Багладеша 4,2 на глубине 10 километров. На границе с Мьянами 3,4,78 километров. А 3,2,18 километров в Восточной Индии. Так, Ламакан у нас 4,5 на глубине 10 километров. Вполне чувствительно. Но, опять же, это можно отнести к системе, вот этой, которая здесь на границе Кыргызстана и Китая. Это звенья одной и той же цепи. Так. Камчатка, Курилы, Малчат. Восток Японии 3,8,50 километров. 3,9,50. Ну вот на юг от Японии вот эти язвы 5,6,9 километров. 4,8,10. Ну и к западу реки тоже 4,6 на глубине 35 километров. У северной Филиппины 4,5 на глубине 16,3,3,46. А в центральных Филиппинах здесь троечки 4,1 на глубине 10 километров. А троечка 5 километров. 3,2,10. Южная Филиппина 4,3,10. 3,0,23 и 3,9,115. Юг Маловского моря 3,5 на глубине 10 километров. Ну и самое основное, это, конечно, вот эта шестерка. Суловесия прям четко в заливе. 6,0 на глубине 152 километра. И 2,7,10 километров здесь. Так, смотрим Суматру. 2,6,10 километров. 3,8,29. И вот самое крупное 4,8,59 километров. У Явы 4,3,75. Здесь 2,7,10 километров. А южнее 4,5,10 километров. Ну, такая типичная активность для региона. Запад Папуа дает 3,3,15 километров. А в Австралии только на востоке. Вот здесь у Сидния 2,4 на глубине 5 километров. И смотрите, как замолчал регион Папуа. Здесь Соломона, Каледония, Фиджи, Тонго. Само все молчит. Да, вот только у Кермандека здесь 5,1199 километров. Южнее уже к Новой Зеландии 3,0209, 4,3,204 километра. И в проливе здесь 3,363, 3,034 километра. И на южном острове 3,8, на глубине 93 километра. Так, Антарктида у нас ничего нет. Африка тоже. Вот у нас Канада здесь что-то интересное. То есть на прошлой неделе было вот здесь у Королевы Шарлотты целая серия. А этот раз уже вылезло на материк. Смотрите, 3,0 на глубине 1 километр. Ну, что-то я сомневаюсь, что здесь есть населенные пункты. Здесь, мне кажется, вообще кроме медведей никто не обитает. Но горы вполне такие, с чувствительностью. Смотрите, 3,5 километра для этих широт. Там такие мощные ледники должны быть. Плюс там высокая влажность. Поэтому ледников там довольно-таки много. Вот, смотрите, вот они, вот эти ледовые все. Смотрите, какой крупный ледник, да. Это все покрыто ледом. И вот фьорд. Да, здесь фьорды, такая земля фьордов. И все посвящено этой королеве Шарлотте. Я не знаю, чем. Вот Сулливан Бэй какая-то там. Гавань Сулливана или залив Сулливана, какие-то больше ирландские названия. 3,010 километров юг Калифорнийского полуострова. 3,011 километров. Давайте, чтобы не забыть, сразу заценим Гваделупу, где там довольно-таки крупное землетрясение произошло. Ну, получается, в море в Карибском 4,4, 147 километров. Саму Гваделупу не затронуло, но я думаю, что они ощутили это землетрясение. Ну и посмотрим, что дальше будет. А так, юг Мексики, обычная ситуация от Калимы до Капульки. Вот здесь вот так троечки, в основном неглубки. Хотя вот на юге здесь 4,3 на глубине 16 километров. Здесь ударил вчера этот шторм. Он был штормом и резко усилился до урагана третьей степени. Кстати, это не первый раз уже такая история. В прошлом году то же самое было с этой Капулькой, где там гостиницу вот это вообще просто сдуло практически. До неузнаваемости продуло. И опять в этом году в Капульке то же самое. Смотрите, как интересно здесь ведут себя. 3,2,51 это Геррера, более центральный регион. Итак, 4,0,122 километра Южная Мексика, 4,1,41 километра на границе с Готамалой. 4,1,70, 4,1,24, 4,1,24 тоже километра. У Никарагуа 3,9,18 километров. Коста-Рика 3,5,21 и 4,1,46 километров. Так, вот такие вот у нас дела в Латинской Америке. В Южной Америке в основном Чили вот здесь представлена активность. Да, троечки в районе 100 километров. Со стороны Аргентины здесь троечки в районе 200 километров. Катамарка дает здесь 3,6-10 километров. И смотрите, вот это 5,0 на половине 155 километров уже произошло с Кордовой рядом. То есть это не в Андах, это совсем уже в другом удалении. Да, и несмотря на это здесь, ну здесь какое-то свое на горе есть. Сьерра-Гранда вот здесь, да, с озерами. То есть тоже, наверное, судя по всему, красиво, так интересно. Даже прям хочется туда как-нибудь съездить. Ну и в центральной Чили у нас троечки такой, двоечки, троечки средней глубины в районе. Сан-Хуана здесь еще 4,1-148 километров. На юг от Капсинсьона здесь 2,6 на глубине 14 километров. Ну что, да, вот еще Тихоокеан 4,8-10 километров. Ну что, можно подводить итоги. Конечно, интересно вот это вот опять на Кавказе. История вокруг Эльброса ходит туда-сюда. Потом резко активацию здесь в Западной Европе. Смотрите, какие здесь цепи землетрясения. Типичная Красная Греция, Турция. Какие-то активности здесь в Канаде интересные происходят. На юг от Японии. Будем смотреть Сулависи. К чему это затих вдруг вот этот вот громаднейший регион. Да, и хорошо видно, как энергия идет в сторону Новой Зеландии. Ну а с вами был Алекс, канал Берелабжи. Отличное упражение.